Итак, что такое противоречие? В самом слове есть речь. Это говорит о том, что внутри два противостоящих друг другу намерения. Первое, например, хочу денег. Второе намерение, но не хочу ничего для этого делать. И вот эти два противостоящих намерения, они начинают конфликтовать внутри человека. И чем больше человек бьет барабан «хочу денег», тем больше ему дается энергии и силы, чтобы он начал действовать в этом направлении. Но он тут же эту энергию блокирует и говорит «я не хочу действовать». Его интуиция начинает его вести за руку. Что сделать для этого? Но человек же поставил намерение «я не хочу делать ничего для этого». И у него начинается еще большее внутреннее давление. и чем сильнее это давление, он начинает давить на подсознание еще больше, особенно если это внешняя мотивация. Например, там жена говорит «иди работать, иди работать, иди работать». И он внутри понимает, что «хочу денег». И чем больше у него этот конфликт, тем больше у него наступает внутренняя резонанс. Апатия начинается, начинается депрессия. У некоторых агрессия очень сильная, некоторые начинают истерить. Почему? Потому что этот конфликт внутренне достигает огромного эпогея. В итоге этот конфликт или выйдет наружу в виде болезни, или он выйдет в виде истерики. Поэтому, например, люди ругаются, потому что этот конфликт очень-очень высокий. Поэтому, как убрать противоречия? Важно увидеть эти два конфликта, обнаружить их и для себя решить, что для меня важнее. Например, хочу денег и не хочу действовать. Поэтому я всегда человеку говорю, что для тебя важнее сейчас? Определись. Например, не хочу действовать. Хорошо, но тогда я не хоти денег. Ну, то есть тогда дай себе возможность просто отдыхать. Вот не хочу действовать, тогда лежи на диване столько, сколько ты сможешь. Неделю, две, три. Но тогда и не грози себя, не обвиняй себя. Вот просто отдохни. Может быть, как раз это время для того, чтобы накопить энергию и понять, что дальше делать. Тогда отпусти идею «хочу денег». Или же человек говорит «я хочу денег». Я говорю «хорошо». Тогда тебе придется разработать план действий к этому. И тогда мы с ним разрабатываем план действий. Так же со здоровьем. Человек, например, говорит «хочу здоровья, но не хочу для этого ничего делать». Не спортом заниматься. Хочу, чтобы оно само как-то по себе было. Вообще ничего не хочу делать. То же самое. Определяем, что является в данный момент для него то, что его зажгет. И убираем второе противодействующее намерение. Поэтому люди и ходят на сессии к психологам для того, чтобы убирать эти конкуренты.